Глубокие трещины и обвалы. Вот так сегодня выглядит улица Новошкольная в поселке Сергей Поле. ЧП здесь произошло в ночь субботы на воскресенье. Оползень повредил больше 300 метров дороги. Теперь машины здесь больше не ездят. В 80-х, вон там ниже, была построена школа. Отсюда и название улицы Новошкольная. Но простояло здание недолго. Учиться в школе стало небезопасно из-за тех же оползней, которые жители Сергей Поля мучают уже больше 30 лет. После школу построили в переулке Прудный. Но теперь добраться до нее для юных жителей Сергей Поля – большая проблема. С сегодняшнего дня школьный автобус изменил свой маршрут. Теперь он идет в объезд, а дети – пешком. Сегодня дети добирались в школу пешком. Ну, около 700 метров до основной дороги. А с основной дороги уже школьный автобус их подвез. Сегодня дети учатся. Слава Богу, хорошая погода. А будут проблемы, если будут дожди. Конечно, хочется, чтобы быстрее восстановили. Оползень от поселка отрезал больше 100 домов. Доезжать до центра, говорят местные жители, придется через соседнюю Варваровку. А это плюс два десятка километров к основному пути. Последний раз опять было два года тому назад. Опять здесь оползень был. Но пришли, засыпали. А вот кардинально так и этой дорогой никто не занимался. В объезд ездить – это просто не вариант. Это не вариант. Надо принимать меры. Более того, оползень повредил газовую и водопроводную трубы. Сегодня здесь с самого утра работают сотрудники аварийных служб. Газ и вода есть во всех домах. На месте побывали и сотрудники местной администрации. Здесь, когда принимались изначальные какие-то меры по укреплению оползня, языка оползня, необходимо было, наверное, геологические изыскания сделать. И свайное поле какое-то надо было с отведением воды. Тоже очень много родниковых вод, которые под этой дорогой текут. За последние 30 лет – это уже, наверное, пятый раз, когда сходит эта дорога. Город Сочи не оставит эту проблему на произвол судьбы. И комиссия рассмотрит данный вопрос. И будет людям, совету самоуправления села Сергей Поле, это все будет до них доведено. Сегодня задача поселковой администрации – оформить все необходимые по ЧП документы. Далее материалы будут переданы в городскую мэрию, где вопрос по существу будут решать уже на уровне руководства Сочи. Ольга Десятова, Демиль Даниловский, телекомпания ФКТ.